дело в том что люди понятия не имеют о том как устроено их сознание вообще в принципе может быть некоторые из вас до сегодняшнего дня тоже об этом не знаю и в этом гигантская трагедия этих людей почему а вот почему потому что они все события явления и процессы в их жизнь отождествляют самим собой то что происходит происходит со мной поэтому любое событие любое потрясение воспринимается этим человеком как нечто происходящее с ним но на самом деле это не так во первых любое событие любое потрясение происходит где вот кто мне ответить на основе того что вы сейчас услышали где это происходит манасе совершенно верно она происходит в манасе потому что манас это та часть сознания через которую мы общаемся с окружающим нас мир а манас у всех разный и это объясняет почему когда вы рассказываете своей подруге как там у вас там это все ужасно случилось там и так далее подруга может сказать а в чем собственно эта проблема я здесь никакой проблемы не вижу вот у меня это проблема а у тебя там это мелочь то есть манас это та часть сознания где все собственно то и происходит в жизни людей и когда человек отождествляет себя со своим манасом все что происходит в жизни этого человека происходит с ним и те потрясение шоке и тому подобная вещь подобные вещи происходя в их жизни потрясают их до основания потому что они целиком и полностью отождествляет себя с тем что происходит в их жизни что показывает им их манас если человек живет на уровне манасом если человек отождествляет себя с ним страдание ему гарантированно просто шоке и потрясения станут неотъемлемой составляющей его жизни я просто гарантирую это потому что жизнь состоит из этих шоков и потрясений большего или меньшего размера почему потому что то что мы называем шоком и потрясением на самом деле есть не что иное как папа карма или негативная карма а ее у людей живущих на земле в лучшем случае минимум 75 процентов минимум поэтому страдание как я всегда говорю обязательно боль опционально вот эта простая мысль уже подготавливает человека к будущим потрясениям для него они не станут неожиданностью они не станут для него шоком когда вы готовы к удару и удар случился вы уже подготовились вы сгруппировались вы собственно и вышли на поединок а в поединке то происходит обмен ударами поэтому удар это естественно и вы готовились у вас ударили и ничего страшного вы приготовили сгруппировались там защитились блок поставили вернулись или еще что а если вы идете по улице и вы не готовы к этому кто-то подходит и бьет вам по голове вот тут могут быть очень серьезные травмы потому что травма возникает тогда когда человек не готов когда он готов травмы как правило не будет а если он не готов расслабился поверил счастливую жизнь вот тут как раз вот и убегает бабах ему в лоб и все и сотрясение мозга и шок и вообще катастрофы и так далее но если вы понимаете что жизнь состоит из шоков и катастроф это нормально это поединок а в поединке люди обмениваются ударами это нормально вот эта простая мысль уже еще раз оставшиеся 20 процентов шоков убирает остается пять всякое может быть об этом и поговорим дальше на 95 процентов уже нет потому что это не шок 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 это когда вы рассчитывали на то что должно быть хорошо а случилось плохо вот это шок это потрясение а если вы ожидали что такое может быть потому что у вас 75 процентов это папа карма а 25 оставшиеся это мишла карма то есть серая карма она никогда не бывает шубка ее в кальюгу просто не бывает шубка кармы не бывает в кальюгу она бывает на начальной стадии может быть потом она обязательно должна закончиться папа карма поэтому белая плюс черная всегда будет серая значит 75 процентов это негативный результат от начала до конца а 25 процентов это может быть позитивный результат начали но потом обязательно будет негативный результат и поэтому белая плюс черная получается серая а вот так что было белая так упрост не бывает это может быть но только через упали если человек понимает что представляет из себя жизнь то те шоке и потрясения которые в ней происходят для него становятся нормальными а это означает что никакого потрясения не будет потрясение будет тогда еще раз повторяю когда он рассчитывал что должно быть хорошо вот он идет по улице и счастливый кругом все счастливые люди и все люди хорошие замечательные тут кто-то выбегает и мы бьет в лоб вот это потрясение а если вы идете по улице и понимаете что кто-то может сейчас взять и ударить вас по голове и это происходит то это никакой не шок это нормально как бы мы к этому готовились это обстоятельства жизни жизнь такая кали-юга сандхи однако поэтому самый главный вопрос который проистекает из всего того о чем мы говорим сейчас заключается в вопросе идентификации с кем с чем я себя идентифицирую отождествляю я себя идентифицируя себя со своим маносом тогда страдание обязательно боль опционально или я может быть нечто большее чем этот манос я наверно атман все таки потому что размер атмана он в миллиарды раз больше чем размер манос просто люди в этом не знаю манос это страдание атма это сад чид ананда вечное существование абсолютное знание и абсолютное блаженство а но там не обманась а 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